Порхов – единственный город, основанный Невским. А война точно закончилась? Посмотрите, какая чудесная церковь. Порховский деликатес со вкусом детства – сыр Аланталь. Название реки произошло от слова «соль». Железнодорожный вокзал маленького 9-тысячного пыльного города на камне. Псков направо, Великие Луки прямо, а налево – путь на дно. Забавное название, да? Древнерусские идолы. Порховский солдатик, освободитель. И его верная пушка. Какой-то старый парк. Города. Вот такая золотая опавшая осень. Довольно неплохой парк, на самом деле. Много площадок детских, спортивных. Вообще городочек такой довольно живенький. Много молодежи. Есть такая движушка своя. Сейчас иду в крепость. Памятник ратному подвигу партизанам местным, героям. Смотровая площадочка. Здесь у нас такая небольшая набережная. И река Шелонь, на которой стоит Порхов. Мост. Осенняя красота. Туман, спокойствие. И, судя по всему, там основные достопримечательности. Название реки произошло от слова Соль. В старинном говоре Шоль. Издавна река называлась Шалона. Соленая река. Из-за большого количества соленых источников. Указатели у нас тут. Старое городище. Поле Павших. Музей-крепость. 14 век. Дулак. Погибло 85 тысяч человек. Главная достопримечательность Порхова. Это, конечно же, Порховская крепость. Сейчас я нахожусь напротив нее. И она находится вся в лесах. Вся реставрируется. Объект федерального значения. Все строится. Я не знаю, удастся ли мне что-то сегодня там посмотреть. Открытие крепости через 10 минут. Но состояние, конечно, удручающее. Обнаружил я здесь паспорт объекта. Что примечательно, посмотрите на начало работ. Вот октябрь 2020 года. А окончание планируется в ноябре 2022 года. То есть фактически через пару дней реставрация должна закончиться. Но мы видим, что сроки опять провалены. Леса все останутся здесь, чувствую, еще надолго. Кто-то снова распилил бабла, захотел еще денег. И сказка без отвязка. Все-таки мне, Штирлицу, удалось проникнуть на территорию. И вот, что я здесь обнаружил. Интересная очень стена. Древняя-древняя, старая-старая. Вот в таком и нас состоянии. Конечно, плачевном. Не особо восстанавливается. Но хотя бы что-то можно понаблюдать. Здесь у нас музей. И, к сожалению, пока все закрыто. Потоков нет. Людей нет. Так, музей истории Парховского края. Вот я сюда хотел сходить, но что-то тоже пока никого нет. Довольно интересный парк. Много яблочек. Почта. Музей почты. Золотая цепь на дубе Том. В общем, всякие инсталляции интересные. Довольно неплохо все оформлено. Единственное, что может быть из-за того, что уже конец сезона, как-то, конечно, здесь попахивать стройкой. Вон какой-то строительный материал лежит. А так, конечно, гулять хорошо, спокойно здесь. Борис Калачев в годы фашистской оккупации руководил подпольной организацией. Слава герою! На территории крепости находится вот такая изящная Никольская церковь. Когда-то она была главной соборной церковью Пархова. Какие парховские лапочки! Китики-кити-кити-киди! Посмотрите, какие. И тут целое семейство. Раз, два, три, четыре, пять котятки. И какой-то старинный амбар. Вот такая идиллия. Тарелки, кто-то их подкармливает. Вагончики, видать, те, кто строит крепость, как раз они и кормят кошек. Парховское пожарное депо. Можно узнать по Каланче. Заброшенная ГЭС, на которую не хватило финансирования. И теперь она выполняет функцию моста. Набережная Александра Невского. Частные домики. И вот такие брошенные магазины. В десять заработал краеведческий музей. И я мчу туда на интересный разговор с Валентиной. Вот видите, ни одного собора, ничего мы не видим и нет. То есть вот до войны, вот после войны? Да, это после войны. Вот таким город наш остался. Нет, ни соборов мы не видим, ни красивых этих домов. И всю соборную площадь, да, разрушили? Собор разорвали. Поэтому их до семь сторон разобрали. А это было немецкое кладбище на территории Пархова. А война точно закончилась? Стелла Александру Невскому. Кстати, Пархов единственный город, основанный Невским. В лето 1239-го князь Александр с новгородскими срубил на Шеллоне город Пархов. Прости, Саша, мы все про... Упустили. Парховский деликатес со вкусом детства. Сыр Аланталь. Посмотрите, какая чудесная церковь. Целый... Под звуки петухов. Целый замок. Даже не верится, но это православная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Единственная в области церковь, сохранившая 80% новгородского зодческого стиля. Что только не открывали здесь в советское время. Пожарное депо, байдарочный клуб и даже клуб-дискотеку. Обычно на автостанциях работают самые сварливые бабы, которых ебашит климакс. И, к сожалению, Парховская автостанция не стала исключением. Деревня Попадинка. Красноармейская Слобода. Вот такой домик. А вот его житель. Посмотрите, какая красота. Какой он мягкий, весь изурчался. Я не знаю, девочка это или мальчик. Ну, сама доброта. Ты мой хороший. Заброшки стоят вдоль дороги. Хозяева покинули это место. Окна заколоченные. Лавка гниет. Уехали куда-то за перспективами. Яблонька вон обломилась. Яблочки валяются. Никто их даже не собирает. Хороший красный сорт. Хотел я доехать из Порхова до Новоржево. Но, к сожалению, с автовокзала не ходит вообще ничего. Это оказался не транспортный узел, а транспортный тупик. Побомбил я тут немножко, 40 минут. Но практически никто не останавливается. А те, кто останавливается, они едут до Дедовичей, что гораздо ближе. То есть, совершенно не в ту сторону. Поэтому придется менять планы и ехать через Псков. Ехать до Пскова и уже оттуда ехать до Новоржево. Субтитры создавал DimaTorzok